Пятый канал представляет Ладно, мне? Такому обояшке? Все, обояшка, побежали Ну, и где наш гений? Потапов считает, что вовремя приходят только лохи Ага Только лохи могут подколоть Потапова даже на вернисаже Да вот они идут Нинель Очаровательно, как всегда В телевидение уже подходило Да, спрашивала, что там за скандал с портретом в синих тонах А-а-а Синяя Виктория Викуся была очень недовольна, когда я ее изобразил в таком виде Но теперь все в прошлом? Ну, конечно, в прошлом. Сегодня праздник Ну что, будем начинать Уважаемые гости Мы рады вас приветствовать В галерее кошки Где сегодня представляем картину талантлившего современного художника Михаила Потапова Эта картина называется «Портрет в синих тонах» Вы обратите внимание на палитру картины Кстати, здесь присутствует модель Та девушка, которая позировала нашему художнику И вы можете ей задать вопросы Виктория А, Виктория Очаровательная Виктория У кого есть вопросы, можете задавать Расскажите свои впечатления данной работе Ощущения непередаваемые Впечатления тоже Нет ничего прекрасней, чем работа с великим маэстро Нинель А где Потапов? Куда делся? Михаил Григорьевич Прошу вас Здрасьте, здрасьте Дамы и господа Я рад приветствовать всех Пришел оценить мое скромное творчество За последние два года Надеюсь Подойдись Кто-нибудь Он жив! Надо скорую! 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 Доброе утро, Андрей Павлович Доброе утро Утро добрым не бывает Художник Потапов Михаил Григорьевич На открытии своей выставки Потерял сознание И скончался в больнице По словам врачей В желудке обнаружен коньяк И смертельная доза метанола Известный художник? Ну Не Пикассо Известно где и когда погибший пил коньяк Даже известно кто его отравил и за что Серьезно? Ты что издеваешься? Давайте идите работайте Шапошников Подъем Что случилось-то? Пикассо отравился Кто? Художник такой Пикассо Не наш район У Миши был конфликт с натурщицей, Викой Она истеричка Ей, видите ли, не понравилось, как он ее написал Такая Такая полуабстракция в синих тонах В синих, зеленых Извините Какая разница? Что именно ей не понравилось? Все Я не удивлюсь, если это она подмешала в коньяк метанол Ну хорошо, вы сами-то видели, как он пил коньяк? Нет Ну врачи сказали, что перед самым выступлением Вы сказали, что вместе с друзьями пришли Да Так-то вместе прошли в зал Да Но когда же он мог успеть выпить? Я не знаю, там было много народу Понятно Вы не против, я запишу вас, вы пофамильно, поименно назовите всех друзей, которые были с вами в тот вечер Записываю Записываю Завадский Хозяин галереи Так Рома Делягин Это ученик Михаила Вика Еще одна натурщица, Алиса Я не говорила, что у нас нет друзей, у нас одни завистники Могу сказать только за себя, я Потапова коньяком не угощал Так это что, современное искусство? Я тоже не поклонник Знаете, шутка есть такая, современные художники уже не рисуют, но их творчество неплохо продается Тимур О-о-о А вот и коньяк Видимо, Потапов заначку накануне оставил И часто он так? Да постоянно Ну, чтобы выпивка под рукой была и от жены подальше А что Потапов делал здесь накануне? Да мы картины развешивали Потапов с женой Я и его ученик Рома Делягин Ну что Тух, бери перчатки и забирай О, Володя, а ты что уже позавтракал или аппетит насиживаешь? А, да нет, Андрей Борисович, я сейчас вообще питаюсь по революционной системе новая 18-часовой перерыв называется Ну, смотри с этими системами, вообще ноги не протяни Знаешь, как в народе говорят, не все то Windows, что висит А, да нет, Андрей Борисович, это крутая фишка, между прочим На самом деле, вот например, если вы последний раз поужинали в 9 часов вечера, да, то следующий прием пищи не раньше 3 часов дня То есть в 18 часов организм должен отдыхать Может тебе сразу перейти на трехразовое питание? Понедельник, среда, пятница Ну а ты что стоишь? Докладывай Так, может сначала поедим? Успеется, докладывай Остатки коньяка в бутылке, обнаруженной в галерее, идентичны напитку в желудке погибшего И там, и там не только метанол, но и совокупность токсичных веществ Отпечатки только погибшего Совокупность Метанол Растворитель для красок? Ну да, на основе метанола, художники используют Ну, теперь можно и позавтракать, пойдем Здравствуйте, разговор есть, капитан Бубнов Ага, значит таким образом вы зарабатываете, да? А я слышал, современное искусство денег не приносит Ну кому-то приносит А какие отношения у вас были с Потаповым? Какие? Да Каким образом, вам другие расскажут А вот рекомендацию в союз художников он мне не давал Ты говорил, рано Да? Персональную выставку тоже рано Чему-то научил, на том спасибо Понятно А это ваш? Угу Посмотреть можно? Можно А что, это все Потапов? Потапов Эй, как вы его изуродовали Почему же изуродовал? Это фантазия В сети есть такое сообщество «Нюшки» Ну там, художники, натурщицы между собой общаются, договариваются Так вот, Виктория Буракова действительно подняла грандиозный скандал Позор Потапову, бойкот Потапову Нам надо пойти и познакомиться с этой натурщицей, Викторией Только не в качестве опера, а в качестве современного художника Я готов, Андрей Борисович Нет, Володя Пойдет Дмитрий Он в школу искусств ходил Андрей Борисович, я на скрипку ходил Ну какая разница, смычок, кисточка, все равно искусство Дим, современным художником может быть каждый Даже я могу, но у тебя-то точно получится И главное, девчонку разговори И потом, Дим, если не ты, то кто же? Она хоть красивая? Что не сделаешь ради искусства? Ну да Андрей Борисович, ну мне нужен будет холст Кисти И деньги на натурщицу Алло, Виктория? Добрый день, меня зовут Арсений, я художник Боже мой, какая красота Ох ты мои, какие глаза, какое лицо Можно руку, можно? О, какая линия, Монализа обзавидуется Уже руки чашутся тебя Ну пойдем, где у тебя мастерская? Мастерская? Ну да А, черт, вот говорила мне мама Сеня Сеня, ничего себе путного не выйдет Я же забыл, у меня там ремонт сегодня Пластиковые окна меняют Ах, что же делать там? Ну пойдем ко мне К тебе? Ну да, мы с подружкой квартиру на двоих снимаем Нет, нет, ну нужен свет, атмосфера, пространство Слушай, нас многие рисуют Пойдем, найдем там парочку драпировочек, нормально М? Можно руку? Пойдем Пойдем, нам туда Туда? Да Дереги ненавидел Потапова А эти карикатуры, ну это просто крик его души Ну художники так могут Нарисовался без шаржика, все Снял стресс, убивать никого не надо Ну судя по количеству карикатур, стресс долго не снимался И подмешать эту дрянь в коньяк Он вполне мог, пока картины развешиваю Да Когда? Понял Дереги номер Стало плохо, художники вызвали скорую, до больницы не довезли Знаменитый художник Потапов умирает от острого отравления на открытии своей выставки в присутствии жены и друзей Известно, что он конфликтовал с натурщицей Викой Также претензии к Потапову имел его ученик Делягин Красавченко знакомится с Викой под видом начинающего художника Внезапно приходит новость о смерти Делягина А скажите, он из сляжки пил, она с ним уехала? Да У нее кто-то из родственников в городе есть? Нет Ну, хотя бы девушка, друзья, кто-то Нет, не в курсе, нет, наверное Вообще-то я многим известным художником позировала Угу Стрелкина знаешь? Кто же не знает Стрелкина? Плагиатра А Потапова? Конечно Он умер вчера Да ладно, допился что ли? Прям на вернисаже Упало все В больницу отвезли, а там уже умер Жесть Ну, знаешь, это и к лучшему Иначе бы уголовное дело завели Посадили бы человека За что? За Вадский хозяин галереи Так он еще и коллекционер Потапов ему картину продал Ну, якобы неизвестный Петров Воткин А тот хотел другому коллекционеру перепродать А там выяснилось, что картина это подделка А почему уголовку-то? Потому что Потапов ее сам нарисовал Втюхал в наглую, лишь бы денег срубить Я-то думал, что вы были его девушкой И захотите взять что-нибудь себе на память Я не была его девушкой Рома этого хотела, а я просто с ним дружила Так я не поняла, чем его отравили? А тем же, чем и Потапова По словам экспертов, это был коньяк со строителем для красок Рому тоже кто-то убил? Кто? За что? Шмор какой! Нет, у Ромы вообще врагов не было Так, а это что? Прошу рассмотреть вопрос о принятии в союз Делягина Романа Витальевича Это Завадский за Рому хлопотал Но видите, Рому эту бумагу тогда союза и не донес Странно, Потапов не давал рекомендаций, а Завадский за него хлопотал Да, он хорошо относился к Роме Жалел его Вы извините, но мне домой пора Так я могу взять что-то на память? Ну, выбирайте Вот это И улыбочку Угу Слушай, а ты откуда знаешь про эту подделку? Ну, про Петрова-Воткина Потапов мне лично это рассказывал О, похоже у нас гости Так у вас, Потапов, были близкие отношения? Ну Соболезную О, Алис, привет! Познакомься, это Арсений Очень приятно Мне тоже А можно посмотреть? Нет, еще рано Ладно, ладно, иди, готовь, я голодная, как собака А может быть, Арсений с нами поужинает? Может быть Иди, не отвлекай Гена А это еще что такое? Это Арсений Видишь, я работаю У него мастерская на ремонте На ремонте Ага Слушай, манатки собрала на выход Можно без рук, иду я, иду Нельзя Бабушке своей рассказывай, какой из тебя художник И нечего никакой глазки строить Подружку ей рисуй, а ты не лезь То есть Потапов втюхал к заводскому подделку И тот попал на деньги Потапов деньги не отдавал И заводский в сердцах решил его прикончить Но эту историю с Петровым Годкиным надо еще проверить А другого шарфика не было? Вот, вот здесь собственно Миша и работал Интересно Скажите, а как этот стиль живописи называется? Это декоративная живопись по этническим мотивам По этническим мотивам? Да-да Интересно О, рисунки Петрова Вот кино Это один из любимых Мишина художников И мой тоже Паш, глянь Что там? Скажите, Нинелли, мы можем это изъять у вас на время? А зачем? Это же незаконченные работы Могут пригодиться следствия Через какое-то время мы все вернем в целости и сохранности, обещаю Смотрите внимательно Проработай блики на гранях стакана Контраст добавь на винограде Притуши тон блюдца и так далее и тому подобное То есть кто-то давал указания Потапову, что и конкретно где исправить И почерк везде один Так, погоди-ка, сейчас Я конечно не графолог, но почерк характерный Ну-ка, дай-ка Посмотрите, тут и тут, почерк схожий И что это такое? Это папка отравленного Делягина А это заявление Завадского в союз художников Ну? Ну да, почерк один Сто процентов один Вот, и графологи нарисовались Так, Андрей Борисович, а если и то и другое писал Завадский Так он же наверное и давал этому Потапову указания делать эти подделки Значит они вместе пытались напарить какого-то коллекционера и были разоблачены И тогда все очень логично, Завадский решил убрать Потапова? Как ненужного свидетеля А Делягин-то тут при чем? Ну возможно Делягин что-то знал? Вот его и отравили Паша, бери Антона и дуйте в галерею к Завадскому Понял, будешь? Буду Поехали Вот так Дима Кажется нашел я твоего обидчика По базам пробил, да? Этот? Кто такой? Чижиков Геннадий Константинович Финансовая группа Дежавю Кстати, проходит по делу о незаконной обновичке Сейчас подожди Я тебя отправляю? Слушаю Арсений, это Алиса Нас сегодня Вика познакомила Мы рады слышать, Алиса Я подумала, раз Гена тебя выгнал Хочешь я для тебя натурщицей поработаю? Очень хочу Тогда приходи завтра в десять Договорились? Спасибо, Алиса, до завтра Новенькая? Незавидно До завтра Закрыто Закрыто Та же история Странно? А свет-то горит Паш А? Погас Значит, есть кто-то Что, ломаем? Нет, Антон Швич, он черный ход Ну, а где он? Искать пошли Понятно Заходи и бери, чего хочешь Держи Осторожно, дальше по зданию Держи Наши Искать, что это? Зато у меня кое-что. Знаменитый художник Потапов умирает от острого отравления на открытии своей выставки. От отравления теми же токсинами погибает ученик Потапова Делягин. Выясняется, что Потапов вместе с галеристом Завадским пытались сбыть поддельную картину. В кабинете Завадского обнаружен растворитель для красок. На Красавченко совершается нападение. Да ерунда. Ну на утро только голова немножко болела и все. Слушай, не говори никому, я сам разберусь. Да, сам вязался, сам разрулю. А если тебя грохнут, я виноват буду? Кузьмин, я перезвоню. Здравия желаю, Андрей Борисович. Кто кого грохнет? А у друга у моего мошенники сайт взломали, ну, неважно. Новости есть? Да, Завадскому вчера был один звонок. Звонила Нинель Потапова в 19.03. То есть, когда Паша с Ветровым ушли, она сразу стала ковать железо. Пока рак на горе. А где наш отелло? Да нету его, он только вечером будет. Гены вообще добрые, Вику очень любят. Просто сейчас у него проблемы. Понятно. Что за проблемы? Ой, я точно не знаю, там какое-то дело, он свидетелем проходит. Поэтому такой нервный. Андрей Борисович, Нинель пришла домой с огромными пакетами продуктов. Прям как на целый полк. Никуда не уходи. Жди Бубнова. Понял. А у тебя есть девушка? Нет. Девушки любят, чтобы им уделяли много времени. А у меня его, как понимаешь, нет. Надо выходить на новый уровень. Встречаться с галеристами, выставки. А хочешь, я тебя с Завадским познакомлю? Хозяином галереи. Он хороший человек, любит художникам помогать. Моему приятелю денег давал. Может, и тебе даст. Ну, а что, может быть, моя картина достойна галереи. Да, я вас слышу. Извините, Нинель Генриховна, вот опять вас беспокоим. Беспокойте, такая же у вас работа. Да. Скажите, у вас не осталось записи от Михаила? Я все верну вместе с эскизами. Я сейчас посмотрю, только, пожалуйста, не потеряйте. Потому что, ну, сами понимаете, все, что делал Михаил, это национальное достояние. Да не утратим ни крошки от вашего достояния. Ну, сейчас. Вы не одни? Ну, теперь я всегда одна, но... Ты! Билл! Выход на крышу! Давай, 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 давай! Стоять! Полиция! 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 Стоять! Стоять, я сказал! На землю! Стой! Бежим! Давай, давай, давай! Ай-яй-яй! Так тебя не беречь! Если бы никто, хорошее, глянь! С днем рождения! На! Сам оденешь! Ай-яй-яй! Ай-яй! 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 Наши сотрудники пытались вас застать вчера в галерее. Дверь черного хода была открыта. А в шкафу в вашем кабинете обнаружился растворитель для красок. Чудеса какие-то! Аналогичный растворитель был в бутылке с коньяком, которым отравились и Потапов, и Делягин. Да это провокация! Вчера вечером около семи я лично закрывал кабинет, и никакого растворителя там сроду не было. Хорошо, пойдем дальше. В сговоре с Потаповым вы решили изготовить поддельную картину, якобы Петрова Воткина, и продать ее. Кстати, кому? Ну, был такой грех, но есть такой коллекционер Туркин, он заказал экспертизу, хотя Потапов уверял меня, что все чисто, что он так старит холстые краски, что не подкопаешься. Когда обман был раскрыт, вы решили устранить Потапова, чтобы он не раскрыл ваше непосредственное участие. Да я не убийца. Делягин знал что-то об изготовлении подделки? Не думаю. Ну, он, Потапов лог ляпнуть Вике, ну, когда перед ней там хорохорился. Идиот. Это она вам, да? Кто убил Потапова? Да понятия не имею. Я сам в полном шоке. А Делягина? А Делягину Потапов лично подарил бутылочку коньяка. Ну, в благодарность за развеску картин. Я видел. Это я в Египте два года назад. Вот, пирамиды. Это Греция в прошлом году. О, от Элла вернулся. Да, это Вика. Это тоже Греция. Вот. Привет. Привет, Вик. А чего не работаем? Ну, мы поработали, теперь отдыхаем. А это где? Это Кипр. Подожди. Я его знаю. Это полицейский, который со мной про Рому Делягина разговаривал. А вы знакомы? Нет. Ну, то есть, да, это мой одноклассник. Случайно встретились. А вот это золотое кольцо России. Ребята, не хотите чаю? Нет, Вик, спасибо. Ну, может быть, тогда чего-нибудь покрепче? Алис, что у нас есть? Ну, я не знаю. Посмотри в буфете. Вот церквушка. Череповец. Ярославль. Да, Гоша. Ну, то есть, Завадский. Угу. Ну, любовник. Ну, это ведь не преступление. Ну, конечно, не преступление, но... Любовь так-то вообще прекрасное чувство. Так зачем бегать-то? Ну, он не боялся, что его подозревать начнут. Он испугался, что это убийство на него повесят. Вот он и... И побежал. Понятно. Ну, за что пьем? За то, чтобы у тебя все сложилось. И чтобы мы о тебе еще услышали. А я за вас, моя красавица. Кстати, я его с Завадским познакомлю. Пусть поможет, правильно? Пусть. Стой! Не пей. Что случилось? Известный художник Потапов умирает от острого отравления на открытии своей выставки. От отравления теми же токсинами погибает ученик Потапова Делягин. Галерист Завадский задержан, но своей вины в убийствах не признает. Красавченко скрывает от начальства, что на него напал неизвестный. Вика угощает Красавченко коньяком, и он теряет сознание. И что, ты думаешь, кто-то Завадскому подбросил этот растворитель? Самое главное, что это кто-то держит себя за зураков. Да. Что? Понял. Дмитрий доставлен в больницу. Состояние стабильно тяжелое. И опять этот растворитель в коньяке. В каком коньяке? Да я откуда знаю. Я уверена, это Вика его отравила, когда узнала, что он знаком с вами. Решила, чтобы представили у своего человека следить за Геной. Ну, из-за этого дела, в котором он свидетель. Так, стоп. Значит, вы говорите, что Вика достала коньяк из буфета? Да. Ну, она что, выходила с бутылкой из комнаты? Я не помню, кажется, я сразу стала разливать. Значит, коньяк был отравлен заранее. А может быть, Вика заранее все подготовила? Так. Сейчас в вашей квартире проводится обыск. Вот и посмотрим, кто что приготовил. От вас мне нужны отпечатки в ваших пальцах. Володя, ты в своем уме? Или с голодухи совсем соображение потерял? На сотрудника совершено покушение. И ты молчал? Виноват, товарищ подполковник. Виноват он. Если бы ты мне сказал, что Дмитрию дали по башке, я бы его никуда не пустил. И сегодня бы его не траванули. Но вы думаете, это связано? Ну, как не связано? Этот Геннадий Чижов сказал, чтобы Дмитрий отвял от Вики. Потом Дмитрий получил по башке. И все равно наутро пошел туда же. Ну и что, Геннадий решил его отравить? Ну, как-то это маловероятно. Ты мне тут не развози. Вероятно, невероятно. Поднимай дело этого Чижикова, и он мне попляшет. Есть. Свободен. Я не хотела никого убивать. Я не знала, что там отрава. Вы мне верите? Вы это адвокату и в отделение расскажете. Пожалуйста. Как появилась в квартире эта бутылка коньяка? Мы так и не поняли. Я думала, что это принес кто-то из-за лестных знакомых. А она думала, что из моих. Но это же вы предложили всем выпить. Значит, знали, что в баре есть коньяк. Да у нас там всегда что-то есть. Ну, как в баре. Хорошо. Почему вы решили выпить с новым знакомым? Я когда узнала, что он знает полицейского, я решила его просто напоить. Ну, разговорить. Подумала, он из агена к нам ходит. Вы утверждаете, что бутылка коньяка оказалась в квартире непонятным образом. У кого были ключи от квартиры? У Алисы, у меня и у Гены. И? У Потапова. А почему Потапова? Мы с ним были любовниками. Так. Ну, а как же ссора? Из-за картины «Синяя Виктория»? Портрет в синих тонах. Мы это за месяц еще до вернисажа вместе с Потаповым придумали. Ну, знаете, как рекламная акция. Чтоб о нем писали, народу, что больше пришло. Реклама, значит. Это вы подкинули завадскому в кабинет растворитель? Какой растворитель? Коньяк растворять! Андрей Борисович, в квартире были обнаружены отпечатки Алисы, Виктории, Красавченко, Геннадия. И одни неизвестные отпечатки. На ручке входной двери. Я не знаю. Ну, не знаю я. Павел Ильич. Угу. Павел Ильич, оказывается, Потапов за несколько дней до своего убийства подал заявление на развод и раздел имущества. Ну, так-то, Володя, самый очевидный мотив. Просто кто-то не сильно торопился, правда? Виноват. Ну, а сейчас я подумал, а что если Нинель узнала, что она теряет деньги? Антоха, а скажи-ка мне, а эта Нинель ведь собственноручно положила эскизы в папочку Потапова? Угу. Так. А снеси-ка эту папочку на экспертизу в лабораторию, пускай сделают. Там как раз одни неизвестные после обыска засветились. А зачем нам куда-то ехать? Мы можем поговорить и здесь. Послушайте, я известный человек в городе. К чему вам эти проблемы? Даже не знаю, что сказать. Такое ощущение, как будто задерживаем английскую королеву. Нинель Генриховна, вы видите, как наш сотрудник переживает. Если произошла ошибка, он непременно перед вами извинится. Конечно. Вы, кстати, какие цветы предпочитаете? Розы. Алые. Прекрасный выбор. Зато будет, что внукам рассказать. Вот результаты первой экспертизы. Ваши отпечатки обнаружены на входной двери квартиры, которые снимали Виктория Буракова и Алиса Хорошилова. Но в квартире-то их не было. В квартире обнаружила бутылка коньяка. Таким же коньяком был отравлен ваш муж и Роман Делягин. Правильно. Потому что их убила Вика. Я заходила к ней поговорить. Позвонила в дверь, дернула ручку. Никого не было. Я ушла. В вашей ванной комнате обнаружен растворитель, который во всех трех случаях был добавлен в коньяк. Я наводила порядок после Миши. Я разбирала его баночки и бутылочки. Я могла что-то пролить, капнуть. Так, все, хватит. Ваш муж подал заявление на развод. У вас был мотив убить его, чтобы не лишиться половины имущества. Вы задержаны. До выяснения причин посидите в камере и подумайте. Подождите, как в камере? Меня в КПЗ, в обезьянник? Вот так. Но это невозможно. Возможно. Ну, там же сплошная антисанитария. У нас порядок. Послушайте, у меня даже нету личных вещей. Конвой! Увидите задержанную! У нас все доказано и нечего юлить. И только чистосердечное признание сможет облегчить вам наказание. Чижик, вы Геннадий Константинович? В чем дело? Пройдемте с нами. На каком основании? Пойдем, пойдем. до вашего мента девки отравили. Вот и отлично. Разберемся. Если я признаюсь, чистосердечно, могу я рассчитывать на домашний арест? Я потом подключу своего адвоката. Ну, конечно, конечно, Мина Ильгенрифовна. Прошу вас, рассказывайте. У нас очень мало времени. Понимаете, в случае развода я теряла ровно половину. Включая загородный дом, квартиру, и статус жены Потапова. Накануне вернисажа мы собирались в галерею на развеску. Я не сомневалась, что Миша еще днем запихнул в сумку свои заначки. Я пошла в ванну. Распиратор, растворитель и перчатки я выбрасывать не стала. Все это мне было нужно еще для коньяка Викину квартиру. Ты готова? Поехали? Я с тобой всегда готова на что угодно. В галерее краем глаза я видела, как Миша распихивает свои заначки. В общем, все шло по плану. А зачем вам понадобилось подкидывать коньяк в квартиру Вики? Как зачем? Чтобы его там нашли, чтобы всем стало понятно, что Вика отравительница. А то, что девушки могли отравиться, вы об этом не подумали? Ну, девушки не пьют каждый день. И потом я надеялась, что вы найдете коньяк раньше. Я знала, что в среду вечером девочки уходят в фитнес, и в квартире никого не будет. Ну, что же вы отпечатки-то оставили на входной двери, а, Нина Львеныховна? Да я все делала в перчатках, но этот ключ, он никак не открывал. И я машинально сняла эту перчатку. Я только потом уже вспомнила, когда вышла, но возвращаться побоялась. Дура, я запаниковала и подбросила растворитель Завадскому. Вы успокойтесь, Нина Львеныховна, успокойтесь. Зато я осталась водовой Потапова. Павел Ильич! Володя, я не понял, а что за опоздание-то? Да я за гитарой сгонял. А гитару-то тебе зачем? Ну как, Димону все равно есть ничего нельзя, так мы ему хоть споем что-нибудь. Еще и спляшем. Нас туда вообще могут не пустить. А, пусть, только попробуем. Ага, мы в окно залезем. Ага, и потом спрыгнем. Ты парашют взял? Ага, взял. Капитан Красавченко! Жив, жив, здоров! Слушай, ну чтоб я так всегда травился. Да еще и коньячком. Нормально устроился. Здорово. Привет. Здорово. Димон, ну ты и так-то реквизит-то выбросил бы уже, не на задание вроде как. Сейчас, сейчас, подожди. Что? Оп. Павел Ильич. Что, Павел Ильич? А что? Похож. Ничего не похож. Сразу видно, рука дилетанта. Вот. Вот это уже похож. Ну вот. Одно лицо прям. Художественный вымесел. Ну, тебе как больному упростительно. О, нормально. Слушай, подари, а? Я жене покажу. Вот. Антон правильный человек, не обижается. А меня нарисовал? Кузя, извини, еще в процессе. Ну, сам понимаешь, только осваиваю новую художественную манеру. Да. А Голованова-то? Ну, что Голованов это святое. Рука не поднимется. Да ну. Можно? Нужно? О, давайте-ка оставим больного. Держи. Мужики, давайте. А ты это, выздоравливай. Привет. Мы молчим, но и это все любовь, что упала нам в кровь, пролетая над нами. Мы лежим, а над нами мчат года. Мы летим, а под нами города. Мы молчим, но и это все любовь, что упала нам в кровь, пролетая над нами. Все, 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 Стасовина, пошли, пошли. Пролетая над нами. Пролетая над нами.